Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить о триноболон-инантате, о дозировках триноболон-инантата и, соответственно, вообще кому что нужно. Дорогие друзья, в первую очередь подчеркну, триноболон вообще это препарат, который придуман в ветеринарии. Мне сложно придумать ситуацию, чтобы он применялся по-серьезски в медицине. Но, конечно, немножко, то есть можно сказать, что с какой-то точки зрения он сработает похоже в плане всяких анаболических эффектов на нандролон, но, тем не менее, официальных исследований нет. Поэтому вот сто процентов заверить, сказать, что необходимо триноболон использовать в рамках реабилитации от ожогов, заканчивая, соответственно, болями в суставах, таких исследований нет. И может оказаться, когда мы, если проведем такие исследования, что он менее эффективен, чем нандролон, все же. Потому что нандролон, куда ты его хочешь, вот от травматологии до ожогового отделения запихнул, он там работает и как бы все, исследование есть, все есть. С триноболоном непонятно. Ну да, может быть, у кого-то прошло плечо. Ну, вы знаете, там из разряда я связку потянул, бицепс бедра потянул, там тенденит какой-нибудь в плече, там у всех хронический есть, там, как правило, же маяков они приходят, говорят, я вот начал ставить, у меня прошло. Вы можете начать ставить, ну, практически больше, 90% анаболических стероидов. У вас что-то пройдет просто за счет увеличения анаболической активности. Поэтому, ну, не факт, что вот триноболон, он прям офигенно сработает. Но, естественно, это анаболический стероид сработает, но не факт, что вот он для этого прям классно применим. Вот, потому что, ну, как минимум, те исследования, которые есть, они делают, ну, допустим, если его сравнивать в медицинских, с надролоном, триноболок с надролоном, просто предсказуемый. Потому что многолетняя история использования его на людях официальная, в том числе и официальная исследование. Сегодня мы разбираем неофициальную часть. Поэтому все, что я скажу, это будет не из исследований, это будет исходя из моего клинического опыта и исходя из опыта тех людей, которые ко мне приходят и рассказывают. В основном это бодибилдеры, пауэрлифтеры, кто длительно использует различные анаболические стероиды и рассказывают мне эффекты, которые они от них получали, или приходят эффекты, которые от них получили, но хотят избавиться, понимаете, побочные эффекты. И мы, соответственно, вот так вот будем в этих рамках, то есть, с вами просто строить гипотезы. Я вам буду рассказывать, вот, вы, соответственно, будете на это в комментариях реагировать, тоже делитесь своим опытом, потому что здесь, понимаете, есть, когда я говорю, я ставлю точку. Вот по этому препарату все известно. Вот такая-такая вот схема приема или там такие-то побочки, все ясно и понятно. С тринобаллоном ни хрена ничего не понятно на самом деле. Просто по той причине, что все равно на людях официально мы не получили нормальные, достоверные исследования. Вот, поэтому, ну, естественно, клинический опыт есть, но у меня будет один вот субъективный клинический опыт, у кого-то будет другой. Все же, согласитесь, клинический опыт врача – это не равно, как многолетние исследования какие-то. Ну, давайте приступим, я вам скажу, что есть. Для чего мы его можем использовать? Ну, конечно, только набор мышечной массы или силовых показателей. Если речь о силовых показателе, 200 миллиграмм в неделю вполне достаточно. Если речь о наборе мышечной массы, большие базировки начинаются от 400 миллиграмм, заметьте, это уже очень много. Если вы бахнете себе 600, вы уже такую гиперкоагуляцию словите, как правило, что, ну, в общем, как правило, никому в голову больше 600 себе колоть просто не приходит. Но напишите, если кто-то колол, мне даже интересно, какое количество антикоагулянтов вы пили и вообще, как вы переносили психологически, потому что не забываем, что он еще и максимально делает человека агрессивным и так далее. Там куча поточек с психикой связаны, как вы его переживали, как вы его чувствовали. Дозировку в грамм не встречал, честно. Ни одного не встречал культуриста, который признался бы, что ставил грамм тринополлона. 600 встречал, да. Даже 800 один человек ставил себе, но у него случился что-то, какое-то подобие панической атаки. Он вызывал скорую и больше тринополлона на этом фоне он никогда не ставил, другие препараты ставил. Вот. Поэтому, соответственно, на мой взгляд, приемлемая дозировка – это 400-600. 600, ну, если очень что-то там надо, какие-то супер-великие достижения и так далее. То есть, это красная зона. Это очень-очень мало, редко кому в каких обстоятельствах. В среднем это 400, если вы профессионал. Если вы не профессионал – 200. Если вы совсем не понимаете, о чем мы здесь говорим, никогда просто забудьте об этом препарате. Препарат подразумевает под собой огромное количество побочных эффектов. Посмотрите все видео, которые я снимал про тринополлоны, достаточно много уже набралось. А цель этого видео, ну, наверное, вот озвучить дозировки. И здесь все просто. Либо 200, либо 400. Все. Точка. В неделю больше не ставим. Ну, нет никакого смысла для большинства. Если вы уж решили больше поставить, наверное, нужно иметь лично врача. Опять же, повторюсь, не обязательно меня. У меня, кстати, я вот сейчас работаю, у нас целая, набралась по всей России телемедицина, целая фирма. Вот. И знаете, очень много специалистов, кто занимается и берет спортсменов с инболистическими стероидами. И это уже не становится вот такой вот, знаете, ну, типа нонсенсом, чем-то уникальным. То есть, полно людей, кто с этим работает. Терапевт, вот у меня знакомый с этим, работает. Именно с реологией крови очень удачный человек научился работать, вести людей на курсе именно по реологии крови. Вот. То есть, множество людей, травматолог, есть нейрохирург, который работает. И работает в плане того, что, ну, то есть, там, человек обратился у нас недавно, у него там со спиной очень серьезные проблемы. Предстоит оперативное вмешательство. Вот. И, соответственно, никто его с курса не слазит. Естественно, не заставляет слазить, точнее, и так далее. То есть, естественно, он длительно на курсе. Большие дозировки, долго на курсе. Здесь огромная мышечная масса. Непонятно, как себя организм поведет, если мы его сейчас, в период операции, да, и потом реабилитационный период. Мы ему скажем, все, больше ничего не понимаем. Вот. Поэтому проще человека оставить на курсе, как он и есть. Ну, может быть, там, скорректировал побочные эффекты и, соответственно, дозировки слегка. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Друзья, задавайте ваши вопросы, пишите ваш опыт в комментариях. Очень интересен по поводу приема тренобаллона. Ваш опыт – это всегда вот мне в копилочку. Какие-то вообще любые факты, что с вами происходило на нем. Может быть, самые интересные случаи я разберу в отдельных видео. Спасибо, что подписались на канал. И да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!